Привет, меня зовут Илья Ковтырев, я являюсь директором мега факультета наука жизни университета ИТМО. Уважаемые магистранты и аспиранты, во-первых, позвольте мне вас поприветствовать и пожелать вам успешного нового учебного года. Я желаю, чтобы вы нашли свое место в науке, свое место в жизни. Наш мега факультет как раз и называется «Науки о жизни». У меня не так много времени, и за эти пару минут я постараюсь вам очень четко рассказать, что вы сможете увидеть на площадке непосредственно у нас, на Ломоносова 9, где находятся все наши лаборатории. Для начала я скажу, что мега факультет наука жизни — это четыре подразделения. Во-первых, это химико-биологический кластер, и мои коллеги покажут вам институт СКАМТ. Это очень интересные направления, целый ряд направлений. Я даже не буду подробно сейчас на них останавливаться, но только назову несколько. Это химия передовых материалов, это химия искусственный интеллект. Поэтому если вы мыслите себя не просто как химик, скажем, или биолог, а мыслите себя еще и как ученый или специалист в интердисциплинарных областях, это как раз то, что вам нужно. Во-вторых, это наш научно-образовательный центр инфохимии. Если вы всегда мечтали научиться кодить или, например, вы хотите понять, как можно использовать информационные технологии на службе химии, как заниматься организацией химических и биологических систем, используя IT, или, например, работать в компании не просто как химик, а еще и как айтишник, и получать очень неплохую зарплату — это как раз то, что тоже нужно. Если вы, например, не хотите работать в индустрии, а хотите идти в большую науку, вам тоже прямая дорога к нам, потому что если говорить про фронтирные исследования в химии и биологии, это как раз те исследования, которыми мы занимаемся. В-третьих, это факультет биотехнологий. Если вы мечтаете накормить всю землю не просто высококачественными продуктами, но еще и полезными для здоровья, это как раз то, чем занимаются наши коллеги. И мы будем вам рады показать две лаборатории, как минимум лаборатории, которые занимаются контролем качества продуктов питания, а также, что особый интерес всегда вызывает, лаборатории экспериментальных напитков. Например, если вы захотите делать ферментированное пиво, сидр, соки, вот мы вам покажем, как это можно сделать. Ну и, наконец, факультет экотехнологий. Экотехнологии — это не только экология, не только защита окружающей среды, но и, например, как сделать безотходное производство, как организовать производственный процесс так, чтобы он тоже был минимально губителен для природы. Я должен еще сказать, что все наши подразделения, мы работаем именно как одна команда, поэтому если вам покажется, что где-то в одном месте вам не так интересно, и вы захотите себя попробовать в другом, вы можете смело перейти из одной лаборатории в другую, и поэтому я думаю, что вы точно найдете свое место и в науке, и в жизни. Спасибо. Дорогие коллеги, меня зовут Белов Павел Александрович, и я директор физико-технического мегафакультета университета ИТМО. И я хотел бы вас пригласить на наш мегафакультет, посмотреть наши лаборатории, пообщаться с нашими коллегами, которые ведут исследования на переднем крае современной науки. Мы занимаемся нанотехнологиями, занимаемся квантовыми коммуникациями, исследуем лазеры и их применение в различных областях жизни. У нас есть много направлений, связанных с радиофизикой, с медициной и других, которые вы увидите, когда придете в наши лаборатории и посмотрите на них сами, пообщаетесь с коллегами, увидите приборную базу, которая у нас есть, а главное, попьете с нами кофе. Ну что, вы пришли, чтобы заниматься искусственным интеллектом, и вы даже знаете, как научить нейросеть отличать кошечек от собачек на фотографиях? Вам интересно заниматься кошечками и собачками всю жизнь? Нет? Ну тогда добро пожаловать к нам, Национальный центр когнитивных разработок. Что такое современный искусственный интеллект? На самом деле, это адская смесь эклектики и китча. Мало придумать, как научить алгоритм имитировать деятельность человеческого мозга. Надо где-то взять данные, которые заложить в этот алгоритм. Надо понимать, как учить этот алгоритм. Ровно так, как мы учим детей в школе. Надо понимать, как довести результаты работы этого алгоритма до человека, чтобы он действительно все понял. И тут же мы можем говорить и об этике, и о доверительности, и еще много о чем. На самом деле, лучше посмотреть, чем говорить. Идемте. Здравствуйте, Евгений Максимович. Ну что, чтобы делать хорошую науку, реально нужны хорошие, большие данные. Про большие данные говорят все, потому что никому не нравится решать маленькие задачи на очень маленьких простых данных. На это грант не дадут. Но тем не менее, чтобы большие данные хранить, недостаточно обычного компьютера. Никакого компьютера. Они потому и большие, что всегда живут распределенно в сети. Тем не менее, мы можем собрать в одном месте инфраструктуру, чтобы управлять этими данными. Пусть даже они живут распределенно. Само собой, оно включает в себя и систему управления распределенным хранением, и специальные Big Data кластеры, и суперкомпьютеры на столе графических карт, чтобы обрабатывать все данные и решать задачи машинного обучения, и всю необходимую обвязку, чтобы это работало бесперебойно, устойчиво, 24 на 7. Идемте дальше. Здравствуй, Коль. А вот тут у нас разрабатываются алгоритмы для управления большими данными, чтобы их быстро собирать, структурировать и обрабатывать. На самом деле, тут приходится решать огромное количество технических проблем, отправлять данные к вычислениям или вычисления к данным, распараллеливать расчеты или переводить в конвейерную форму. И на самом-то деле, здесь как раз работают самые настоящие программисты. Ну, посмотрите, какой код. Посмотрите. И здесь же ребята разрабатывают разные прикладные системы для решения отраслевых задач. Например, компания «Сименс» использует такую систему для управления технической инфраструктурой большого адронного коллайдера. А компания «Роснефть» на ее основе работает с климатическими данными по российской Арктике. По сути дела, с самым большим расчетным массивом арктических данных, которые существуют в мире. Но на самом-то деле, работа с большими данными – это еще не все. Потому что мало их собрать, мало их обработать. Надо уметь извлекать из них смысл. Идемте далее. Коллеги, добрый день. Так, здравствуй, Сереж. А вот, коллеги, рассказывал я вам про большие данные. Так вот, большие данные – это большой мусор. А вот здесь из больших данных, ребята, учатся извлекать смыслы. То есть, структурировать и вообще делать их понятным компьютером. Представьте себе, сколько есть явлений, которые понятны человеку. Врут вам в глаза. Как это формализовать? А вот с помощью интеллектуальной биометрии это становится возможным. С другой стороны, представьте себе информационная система, где работает 10 тысяч людей. Одновременно. И все они не хотят жить по правилам. Как превратить данные из этой системы в стройные, понятные рабочие процессы, чтобы им управлять, их организовывать? Благодаря этому центр имени Алмазова, медицинский центр имени Алмазова, смог существенно повысить качество управления процессами оказания медицинской помощи. Для того, чтобы не только врачи были довольны, но и пациенты были счастливы. Ну что, идем дальше? Коллеги, добрый день. Здравствуй, Сереж. Данные не просто так собираются и структурируются. Данные нужны для того, чтобы строить о них модели, обучать и эксплуатировать. И вот здесь работают у нас лучшие модельеры, которые очень хорошо понимают, как из сырых данных извлечь новые знания. Мало того, они умеют формировать свои лучшие навыки, лучшие практики и вкладывать их в цифровые платформы, чтобы всем остальным, кто работает с такого рода задачами, было гораздо легче. В том числе, эти платформы позволяют практически без программирования, с помощью простых манипуляций пальцами, да и еще небольшой хитрости искусства и интеллекта, определять и саму структуру моделей, которая дает наилучшее качество воспроизведения результата. Что вы хотите? Рассчитать новую структуру наноматериала? Качку корабля? А может быть движение толпы по улице? Это не важно. Модели решают все. Добро пожаловать к нам. Здравствуйте, Саша. Ну, если моделирование – это удел лучших из лучших, то кто может придумать, а как создавать модели? Ну, само собой люди. Но, кроме того, это же умеет и искусственный интеллект. Знакомьтесь, здесь работают хитрые ребята, которые умеют строить разного рода цифровые объекты. Кроме того, они научили искусственный интеллект играть на хакатонах. По сути дела он заменяет живых людей и выигрывает, получает у них призы. Здесь занимаются автоматическим машинным обучением и автоматическим моделированием. Прошу любить и жаловать. Добрый день, Антон Николаевич. Добрый день. А вот тут вот коллеги занимаются системами, которые позволяют донести абстрактные результаты, получаемые моделями искусства и интеллекта, до простого потребителя. А именно, системами поддержки принятия решений, цифровыми аватарами и персональными ассистентами. На самом деле, это наиболее сложная часть, потому что компьютер, по сути дела, не привык договариваться с человеком. И чтобы это получилось, нужно его заставить. И тут могут быть совершенно различные решения. Хотите определить, какой ресторан лучше пойти и получить правильные рекомендации? Или, например, рекомендовать владельцу банка, где ему открыть новый офис, который будет действительно прибыльным и выгодным для него, то вам сюда. Идем, идем, идем. Не бойся. Здравствуй, Андрей. Добрый день. Искусственный интеллект иногда творит такое, что это очень сложно интерпретировать. Интерпретировать сложно, но зато можно нарисовать. И вот здесь как раз работают те, кто занимается визуализацией. И мало того, визуализацией непривычной для нас форме. Виртуальной и дополненной реальности. Потому здесь, казалось бы, сложные, непонятные рекомендации интеллектуальных систем превращаются в вполне наглядные и понятные образы. Хотите? Можно посмотреть, как развивались города 300 лет назад, тогда, когда их никто никогда не снимал на видео. А хотите? И придем с вами на Олимпиаду. Посмотреть, как возле их кувыркается живой кит. Мало ли, что можно сделать такого рода технологиями. Коллеги, глаз позволяет нам осознавать гораздо больше, чем мы можем просто увидеть из табличных цифр. Спасибо. Здравствуйте, барышни. Семен Владимирович, мое почтение. Ну вот, а где можно научиться всему тому, о чем я рассказывал? В интернете? Ну, наверное. Но, на самом-то деле, лучше один раз попробовать, чем сто раз посмотреть в ролике. И потому для этого у нас и есть и создан факультет цифровых трансформаций. Преподаватели которого – это действующие сотрудники Национального центра конъективных разработок. А тематика – это проектная деятельность, связанная с работой с нашими индустриальными партнерами. Итак, коллеги, добро пожаловать в трудовые учебные будни искусственного интеллекта. Добрый день, уважаемые студенты и аспиранты университета ИТМО. Рад видеть вас. Меня зовут Куликов Андрей Владимирович. Я являюсь руководителем института Высшая инженерно-техническая школа. Студенты, попадая на образовательные программы или поступая в аспирантуру к нам в институт, автоматически попадают в лаборатории, где включаются в уже идущие или вновь развивающиеся проекты, направленные на разработку или на создание новой высокоемкой наукоемкой продукции. Пример такого большого проекта является участие научных сотрудников нашего института в разработке подводных оптических усилителей для волоконно-оптической линии связи между Мурманском и Владивостоком, которые в настоящий момент строятся у нас в стране. Другим примером наших проектов, которые у нас регулярно выполняются в нашем научном коллективе, является разработка и создание волоконно-оптических датчиков. При этом волоконно-оптические датчики и в целом оптические датчики, которые мы конструируем, могут использоваться в совершенно разных условиях. Примером это являются волоконно-оптические датчики температуры, давления для судостроительных двигателей, для судовых двигателей. Другим примером является разработка датчиков температуры для газотурбинных авиационных двигателей или создание и разработка высокоточных волоконно-оптических гироскопов для навигационных систем. 18 и 20 октября я приглашаю вас посетить лаборатории нашего института, высшей инженерно-технической школы, расположенные по адресу Новоизмайловский проспект, 34, корпус 3, в одном из кампусов нашего университета. В рамках этих экскурсий вы сможете посетить такие лаборатории, как и лаборатория программируемой электроники, специалисты которой занимаются разработкой современной цифровой электроники с применением современных микроконтроллеров, микросхем и программируемых логических интегральных схем. Также в рамках этой экскурсии вы сможете посетить вновь созданное опытное производство волоконно-оптических усилителей, о которых я говорил выше, и которые уже применяются в одном из наших проектов. Спасибо! Ждем вас в гости! Я приветствую участников Дни открытой науки университета ИТМО. Меня зовут Сергей Калюбин, я являюсь заместителем директора мегафакультета КТУ. Самого большого у нас обучаются 6000 студентов и аспирантов, и, пожалуй, самого междисциплинарного мегафакультета ИТМО. На нашем мегафакультете собраны факультет программной инженерии и компьютерной техники, факультет безопасности информационной технологии, факультет системы управления и робототехники, а также Институт перспективных систем передачи данных и Центр химической инженерии. Как вы понимаете, КТУ собрал команду программистов, робототехников, специалистов в области информационной безопасности, специалистов в области физики и перспективной коммуникации, в том числе квантовых коммуникаций, а также прикладных химиков. И все вместе мы работаем над преодолением серьезных глобальных вызовов для того, чтобы сделать киберфизические системы нового поколения умнее, безопаснее, надежнее, энергоэффективнее. Начинаем мы с тех материалов, из которых строятся эти системы, и заканчиваем, собственно, оркестровкой системами коммуникации квантового интернета. Я не буду вдаваться в детали и подробно рассказывать о деятельности каждой из лабораторий. Скажу только о том, что КТУ является, пожалуй, якорным партнером для крупнейших индустриальных компаний, которые работают с ИТМО, таких как «Газпромнефть» или «Сбер», но также компаний среднего размера, они им тоже крайне интересны, являются и заказчиками, и трансляторами тех разработок, которые реализуют коллективы КТУ. Приглашаю вас посетить с экскурсиями лабораторий во время Дней открытой науки и присоединиться, возможно, в дальнейшем к одному из тех проектов, которые сейчас реализуются. Всего у нас сейчас реализуется, законтрактовано различных проектов, фундаментальных и прикладных, на бюджет порядка полутора миллиардов рублей. Так что ждем вас в гости и, возможно, на работу. Всем привет! Меня зовут Андрей Стародукцев, и я представляю факультет технологического менеджмента и инноваций. Как уже понятно из названия нашего факультета, мы занимаемся новыми технологиями, мы изучаем то, как появляются идеи новых технологий, как эти идеи превращаются в продукты, как эти продукты находят свое место на рынке, как эти продукты становятся важными, интересными и влиятельными на этом рынке. Наши исследования очень широки, и они охватывают собой очень многие темы. Ну, например, одна из тем заключается в том, чтобы понять, с помощью каких методов продукты могут появляться на рынке, и как они становятся действительно влиятельными и действительно востребованными. Кроме того, очень важной особенностью нашего факультета является то, что мы изучаем технологии, их развитие, их применение, их востребованность в очень разных сферах жизнедеятельности человека, в очень разных сферах экономики. Эти сферы охватывают собой на самом деле и образовательную сферу, и life sciences, и food tech, и space tech, и многое-многое другое. Особенностью нашего факультета является то, что мы можем быть полезны исследователям, молодым исследователям, и вообще любым ученым на других факультетах. Представьте себе, что у вас есть какая-то идея, какой-то потенциальный продукт, и вы хотели бы понять, можно ли его вывести на рынок. У нас есть целый ряд сервисов, специальных центров, поддержки таких людей, которые хотели бы понять, можно ли коммерциализировать их идеи. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, просто познакомьтесь с нашими преподавателями, заходите в наши центры поддержки, в наши лаборатории, интересуйтесь, участвуйте в наших проектах бизнес-тезисов. Я думаю, что все на самом деле может получиться. Конечно же, важно обратить внимание еще на два исследовательских центра, которые есть в структуре нашего факультета. Первый из них — это Центр развития Института интеллектуальной собственности. Очевидно, что любая идея должна найти свое место на карте интеллектуальной собственности. Есть такая интересная вещь, как патентная разведка, без которой на самом деле сложно представить себе развитие какой-то технологии, ее коммерциализацию. Если у вас есть вопрос о том, занимался ли кто-нибудь той идеей, которая у вас есть, существуют ли похожие продукты на рынке, загляните в этот центр, и коллеги вам, конечно же, помогут, потому что это является сферой их компетенции. У них накоплена одна из самых больших экспертиз по этому поводу. Кроме того, у нас есть такой своеобразный десерт. У нас работает потрясающий Центр социальных и гуманитарных исследований, который занимается этими самыми исследованиями, особенно в связи с культурным развитием, историческим развитием в России, и не только в России. И у них есть много проектов, которые могут быть интересны студентам с любого факультета нашего университета. Поэтому встретимся на факультете технологического менеджмента и инновации. Добрый день, я Елисеев Олег, директор Центра студенческой науки, конференции и выставок. Наш центр — это единое окно для студентов, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью совместно с научными руководителями. Задача нашего центра ходит вовлечение студентов в проектные деятельности, стимулирование их участия в различных конкурсах, стипендиальных программах разного уровня, а также организации научных мероприятий и конференций. Также мы осуществляем мониторинг проектов НИР с участием магистрантов и аспирантов нашего университета и помогаем решать вопросы с трудоустройством студентам и подбором интересных вакансий. На портале ИСУ нами был разработан сервис вакансий, который помогает руководителям проектов найти исполнителей из числа наших студентов для выполнения поставленных задач по проекту. А вы, будучи обучающимися, можете попробовать свои силы в реализации исследований наших ученых и стать исполнителем научного коллектива. Всем привет! Меня зовут Евгений Юшков, и я руководитель студенческого проектно-исследовательского бюро. Ежегодно нами проводится конкурс практико-ориентированных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в рамках которого вы, будучи студентом или аспирантом, можете собрать команду единомышленников и получить финансирование на реализацию своей собственной научной идеи, попробовав себя при этом в роли руководителя научного проекта. Хочется отметить, что практико-ориентированный НИУКТР, как форма проектной научной деятельности, может стать для вас первым серьезным опытом по развитию ключевых компетенций будущих ученых, в том числе по составлению проектной документации, проведению опытных испытаний и разработке опытных образцов. Также мы содействуем с трудоустройством исполнителей на проекты, помогаем с организацией закупочных процедур и совместно с учебно-научно-конструкторским центром организовываем консультации по ходу выполнения проекта. Спасибо за внимание! Всем привет! С вами Екатерина Буракова, начальник отдела конференций и выставок. В нашем университете проводятся различные конференции, форумы, экскурсии. Наверняка вы слышали про Конгресс молодых ученых, научную и учебно-методическую конференцию, Всероссийскую конференцию молодые профессионалы. У каждого молодого ученого есть возможность представить результаты своих научных исследований перед сообществом, выступив с докладом. По итогам проводимых нами конференций издаются научные сборники трудов, где можно опубликовать свой научный результат. Пополняйте личное портфолио, будьте в науке и ждем вас на экскурсиях, лабораториях, мастер-классах, лекциях и собраниях, которые состоятся уже сегодня в 18.30. Спасибо, что были с нами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!